Я сегодня в интернете прочитал речь кандидата в президенты Сима Калласа и хотел бы ее прокомментировать. Но мне нравится, что Сима Каллас очень эрудированный человек. В своей речи он и про какие-то гандейские города говорил, и про то, как эстонцы прятались по болотам от разных лихих людей и народов, и про своих детей и внуков, и про то, что главное его желание, это чтобы Эстония через 25 лет стала процветающей страной, в которой все будут хотеть жить. Это все замечательно, ну там и много всего другого, и много там бла-бла-бла, но это замечательно, но на самом деле нужны. Но вот, по-моему, сейчас, и об этом, кстати говоря, Сима Каллас тоже говорил, что надо быть прагматичным. Так вот сейчас люди довольно-таки прагматичные, и их уже этим бла-бла-бла не удивишь, и мозги не запудришь. Так вот давайте говорить конкретно, где идеи, какие идеи есть. А в речи Сима Калласа, вот в этой сегодняшней, я никаких идей не прочитал, и каковы его приоритеты, и самое главное, возможности для реализации этих идей. Вот, я бы задал Симу Калласу такой вопрос, например. Понимаете, вот политика и этика, да, я склоняюсь к тому, что политика, конечно, вещь очень далекая от этики. Ну, посудите сами. Если депутаты получают там 3,5 тысячи евро, да, плюс там у них льготы какие-то еще на проезд, очень любят они ездить. Вот, то, ну, и при этом в Эстонии есть люди, которые там 130 евро получают пособие, ну, совершенно нищенского, унизительного, да, или там какую-то минимальную зарплату, еле-еле сводят концы с концами. Есть люди, которые недоедают, голодают. Вот, я знаю людей, которые там, фейри, да, вот этой безжидкостью для мытья посуды моют там голову, там, тело свое и так далее. Ну, вот. А о какой этике можно говорить, о каком доверии к власти можно говорить, которая допускает такую ситуацию позорную? Поэтому я не очень верю в выборы, потому что, как бы, данность такова, что существуют богатые и бедные, следовательно, существует несправедливость, следовательно, существует неэтичность. Вот, определенный такой имморализм. Ну, поэтому, если уж и участвовать в политике, то тогда выдвигать в политику людей из своей среды, людей, которых знаешь, которым доверяешь, а не которые просто красиво говорят, да, там, о всяких прекрасных вещах, как то сохранение языка, культуры, там, народа, что мы видим в реальности, мы видим отток населения и страны, раз, а где эта культура, когда, в общем, ничего такого не происходит, и где эти художники, там, литераторы, литераторов, кстати, преследует полиция здесь, ну, там одного, по крайней мере, вот, музыканты, ну, Арбопярд, конечно, это величина, да, но он старенький уже, а где новые, где другие великие музыканты, их тоже нет, актеры там, ну, и так далее, да, где эта культурная жизнь, такая разнообразная, тоже нет, вот, как бы эти писатели, там, выстроились за грантами государственными, так, и то там, сколько этих грантов, да, какой-то мизер, и сколько писателей и художников, да, огромное количество, вот, ну, и язык тоже, ну, ну, хорошо, эстонский язык, ну, он же изучается, по-моему, в советское время даже издавалось больше книг на эстонском языке, там, переводов и так далее, переводили эстонские книги на русский, вот у меня есть, допустим, одна, одна книга там, Сааре, на русском языке, я читаю её, ну, вот, то есть, но язык тоже ведь никуда не делся, в принципе, и на нём разговаривают, общаются, но зачем это политизировать? язык это, прежде всего, средство коммуникации, прежде всего, способ передачи идей, информации, а идей-то никаких нет, язык-то, как бы, по сути, не выполняет своих функций, а становится политическим инструментом, определенным барьером, допустим, да, вот, к получению гражданства, ну, скажем, в Эстонии можно заниматься многими вещами, там, бизнесом, эстонцы дают рабочую визу тем, кто хочет здесь открыть предприятие, нанять эстонских работников и так далее, да, можно даже получить убежище, хоть и сложно, вот, но получить гражданство и заниматься политикой, это фактически, вот так вот, сделать это намного сложнее, хотя если человек, допустим, вот я уже прожил здесь 4 года, я, как бы, законопослушный человек, никаких там правонарушений не совершаю, обзавелся друзьями, но живу спокойно, пишу здесь свои книги, издаю книги, я захотел заняться политикой, да, у меня такой возможности нет, почему? Потому что это борьба за власть, вот, это самое сложное, мои идеи, они, в принципе, для моих идей есть определенные бюрократические барьеры, это и язык и так далее, но мои эстонские знакомые, допустим, говорят на нескольких языках, они знают и русский, или английский, или оба языка, и у нас нет никаких проблем в общении, почему же тогда незнание эстонского языка рассматривается как такое препятствие для ведения там какой-то политической деятельности, но это национализм, понятно, я вот, кстати говоря, живя в России, мне все равно было, вот, иммигранты, да, иммигранты, говорят они на русском языке, не говорят, живите, работайте, приносите пользу, исповедуйте свою религию и так далее, я сам и интересовался их жизнью, мне было интересно пойти там в мечеть, допустим, посмотреть, чем они занимаются, как они живут, пообщаться и так далее, и тому подобное. А национализм, в этом нет ничего хорошего, вот, недавно Хельми, да, обвинил министра иностранных дел в том, что она русская. Ну, понимаете, когда политики говорят о таких вещах, когда они демонстрируют свой пещерный национализм, это же пиши пропало. Они, как правило, кроме этого, они ничего предложить не могут. И в этом-то вся и проблема. Поэтому я считаю, что объединяет людей прежде всего демократическая гражданственность, объединяет людей прежде всего какие-то общечеловеческие ценности, да, ну, ценность индивидуальности, там, ценность свободы слова, ну, и так далее, и тому подобное. Равенство, да, там, социальная справедливость, ну, и все такое. Но когда это вот совершенно отсталое представление о человеке, о нации, которая объединена языком, боже мой, ну, это же пиши пропало, это, я не знаю, ну, какой это век, но точно не 21-й, по идее. Вот, так что печально я гляжу на вот это поколение эстонцев. И, кстати говоря, ведь кто, кто здесь делает политику? Ну, это старые люди, это, ну, уже такие седовласки, да, это седые люди делают политику в Эстонии. И понятно, что именно к ним обращался Васим Каллас, который говорил про своих внуков, что хочет для них пожить и сделать, как бы, Эстонию, ну, самым прекрасным местом на земле для своих внуков. Но это все слова, это все декларации, это все, к сожалению, не имеет ничего общего с работой большой, которую необходимо проводить в Эстонии, по вообще, как бы, изменению отношения к людям, между людьми, к деньгам и так далее, и тому подобное. Вот, а так это пока все это продолжается отставание цивилизационное, запустение, люди хотят уехать, людям здесь жить неинтересно. И, кстати говоря, ведь, вот, ну, я учился у гениев, и вот один из учителей моих, Владимир Аронович Якобсон, известный востоковед, я у него недолго учился, там слушал, сказать, несколько лекций, да, это, просто вот мне повезло пообщаться с ним. Вот он говорил, отвечая на вопрос, почему цивилизации умирали, уходили с лица земли, да, стирались, исчезали по одной причине. Людям было неинтересно. Люди теряли к ним интерес, к этим цивилизациям. То же самое сейчас происходит в Эстонии. Когда я говорю о том, что мне неинтересно жить в Эстонии, но мне, да, какие-то люди странные, мне не кричат, ну и вали отсюда. Это, конечно, подход, ну, такой совковый, да, довольно-таки, но не нравится, так и гуляй, Вася. Но на самом деле в, ну, таких нормальных обществах, да, такое не услышишь, наоборот. Люди спросят, ну, там, где есть вот это определенная доля алоцентризма, да, альтруизма и какой-то солидарности, где не каждый сам за себя и готов утопить другого, чтобы самому спастись, а где, в общем-то, есть, ну, нормальные человеческие отношения. Наоборот, они ищут причины этого, да, и хотят, чтобы их страна нравилась, чтобы люди хотели в ней остаться, и чтобы они хотели жить в ней и приносить пользу, и быть частью их общества. Вот. И они ищут возможности для того, чтобы что-то исправить, улучшить и так далее. То есть критика воспринимается конструктивно, как некий сигнал, да, как некий звоночек, как некая, ну, попытка изменить что-то к лучшему, указать на проблему, над которой надо работать. Здесь же, здесь это все воспринимается в штыки, и довольно-таки грубо, да, агрессивно, ну, по крайней мере, то, что мне там пишут в комментариях. Но, конечно, в основном меня, так, игнорируют. И это тоже, как бы, говорит об уровне свободы, да. Потому что, ну, если человек о чем-то думает, и он, как бы, выносит это на всеобщее обсуждение, создает партию, там, ну, и так далее, то выдвигает идеи, которых в обществе просто нет. У политиков их нет. У президентов нет идей. Наш президент эстонский, замечательный нынешний. Он просто, как, ну, такой Папа Римский. Я его очень уважаю, Томаса Хендрика Ильвиса, но он, вот, как бы, такой король, да. Но идей-то он не предлагает, и полномочий-то, видимо, у него нет таких, чтобы эти идеи осуществить. Вот. Так вот, можно было бы, там, какую-то общественную дискуссию, да, инициировать в СМИ, там, в правительстве, пригласить меня куда-то, обсудить это все, там, показать народу, что возможно. Ну, диалог, какой-то активный диалог между обществом и властью. Его нет. К сожалению, его нет. Мне на мои запросы, вот, до сих пор, там, Риги Когу не ответила, да, хотя я там уже больше месяца назад отправил. Ну, и так далее. В общем, я на все это смотрю печально, довольно-таки. Люди апатичны, действительно, масса населения просто выживает, просто у себя, там, в огородах копается, и все, да. Вот. У элиты нет амбиций, никаких живут, ну, такие обыватели, да, обыватели у власти довольно-таки посредственные. Так что я не знаю, я довольно-таки пессимистично настроен относительно этих выборов, да и вообще, да, вот, эстония. Но то, что я здесь, это, это хорошо, потому что я нон-конформист, я человек, который, в общем, не сдается, так обычно, да, и что-то обязательно предлагаю всегда, и бужу, бужу сознания, так, пытаюсь растолкать этих спящих, да, в этом литургическом сне пребывающих граждан, я этим в России занимался, но вот теперь и здесь пытаюсь как-то растормошить, вот, болотный народ, но посмотрим, это моя реакция на речь Васима Калласа, кстати, когда я с ним познакомился, там, несколько лет тому назад, он мне очень понравился, он произвел, произвел на меня впечатление хорошее, он был по транспорту главным в Еврокомиссии, кажется, да, и он очень правильные вещи говорил, и в общем, я у него взял интервью небольшое, можете посмотреть на моем YouTube-канале, в моем видеоблоге, вот, но сейчас я вижу, что, как бы, Эстония не растет, она отстает немножко, она пятится назад, и в общем, как-то жизни здесь нет, вот, всего вам самого доброго, спорьте со мной в корректной деликатной форме желательно, вежливой, распространяйте видео, и давайте менять жизнь к лучшему, пока.